Вы были, извините за выражение такое, конченая старая тварь греховная, но вы ставите новое творение во Христе Иисусе. Вы были грешники, мертвые по преступлениям и грехам вашим. Оставите живые дети Божии, а тем, которые приняли Его, Господь говорит, дал власть быть чадами Божьим, которые не от хотения мужчины и женщины родились, но от Бога родились. Так вопрос, как мне примириться с Богом? Только через Иисуса Христа. Только Христос может воссоединить нас обратно с Богом. Только Он. Только через Его вы можете попасть в Царство Божие. Не спасет ни Будда, ни Аллах, ни Кришна, ни кто еще там. Сейчас миллионы этих разных божествов, которых по новодумовым человекам дала поклонством занимается. Вас не спасет только Христос. Только через Христа Бог открывает двери Царства Божьего и впускает туда. Единственный путь, через который вы можете иметь благословение и жизнь вечную, это Христос. Почему? Потому что никто из этих богов, которые мы можем перечислять, там Аллах, там и все эти, да, они не умирали за ваши грехи. Они не проливали за ваши грехи кровь. Только Христос умер на кресте. Он заплатил. Уплата совершена. Но теперь зависит от меня. Принимаю ли я эту уплату? Принимаю ли я Иисуса Христа как своего спасителя? Прошу ли я у Иисуса прощения? Или знаете, как всегда, Господи, помоги, когда тяжело попустило, убежало. Как один человек говорил так, приезжало-прибежало, отжало-убежало. Знаете, как тревога, так до Бога. Тревога прошла, это и уже из-за Бога. Знаете, когда тревога звучит, то сразу мы вспоминаем о Боге. Не знаю, как вы, но я точно вспоминаю. Поэтому Иисус, Он заплатил, Он умер. Но что произошло в третий день? Христос воскрес. Воистину воскрес. Вы знаете, что когда вы говорите, воистину воскрес, вы себе подписываете приговор. Когда вы уже пристанете, вы не скажете, «О, Иисус, а, да, меня там рассказывали, приезжали, там кормили, рассказывали, а я там вот ходил, там все, воистину воскрес». Нет, ты уже подписался. Ты согласен, что Он есть живой. И поэтому человеку Бог говорит, «Покайтесь, покайтесь». Покаяние – это не просто, знаете, «Господи, прости» и дальше пошел грешить. Нет, покаяние – это когда я говорю, «Господи, прости». Я вот здесь стоял спиной к Богу, я поворачиваюсь, я начинаю идти за Богом. Я начинаю исполнять волю Божию. Не так, как я хочу. Не так, как мое «Я» мне говорит, а так, как говорит Бог. Оно получится. Лука сейчас тоже ремарки просто. Давайте после. После, после. Если мы в прошлом врагами Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более, примирившись, мы будем спасены жизнью Его. Я хочу сказать, в тебе живет или Бог, или дьявол. Или Бог тобой обладает, или дьявол. Второго не дано. Вернее, третьего. Третьего, извиняюсь. Третьего не дано. У тебя есть выбор. Или стать под власть Богу и принадлежать Богу. Или выйти и быть под властью дьявола. Выбор делайте вы сами. Идти или за Богом, или идти за дьяволом. Господь говорит, есть два пути. Один ведущий в погибель, туда в Киеву, он длинную в ад, а другой ведет Царство Божие. А вы стоите на пути. Куда вам пойти? Сюда или туда? Куда ты сегодня пойдешь, если твоя жизнь земная закончится? А мы, знаете, сегодня никто не знает, куда оно прилетит. Правда? Каждый стоит перед выбором. Каждый из нас стоит перед выбором. И вот дай Бог, чтобы каждый из вас сказал, Боже, прости и последовал за Богом. У нас есть вот яркий пример. Вот человек, который последовал. Вот человек, я такой, который был. Подписывайтесь на канал, это ладкое. Продолжение следует...